Привет, мои хорошие! Ну что, начну свой обзор сегодня с великолепного кардигана в зеленом цвете от Хоббс. Хоббс это английский бренд, который появился как обувной магазин, но а спустя 30 лет ассортимент расширился и сегодня Хоббс представляет еще и женскую коллекцию в винтажном стиле. Кардиган тому подтверждение, небольшого размера S и в составе 55% шелка, 40% хлопка и 5% кашемира. Цены я прописываю на экране, но в магазине сегодня еще и 20% скидки. Дальше уже посчитайте, мои дорогие зрители. Когда я увидела в таком же оттенке зелени Long Sleeve, то я подумала, ну надо же везение и тоже Хоббс. И только обратите внимание, цена 22 злотых. Вещь, у которой в составе кашемир и шелк стоит 20 злотых, а вещь, у которой в составе вискоза и полиамид стоит 22 злотых. Видеологика. Ну а дальше мы с вами отправляемся на отдел с обувью. И мое внимание привлекли очень симпатичные домашние тапки. Красиво выделяют на черном бархате тесьма под золото. Такие тапки благородно впишутся в домашний стиль. Размер 5 евро. Дальше рассматриваю всю обувь, находящуюся на полке рядом. Красивые детские, скорее всего, кроссовки Рибок. Приятный цвет лаванды. Если их отмыть и очистить, им можно дать шанс. Да, в принципе, каждый раз удивляюсь, когда ты смотришь на обувь в секунде, потом приносишь ее домой, делаешь им чистку, стирку, накремил немного и совсем другой виду данной обуви. Смотрите, какие роскошные в золоте. Мягкие, приятные. Когда такие надеть на ножку, то забудешь, что у тебя вообще есть обувь на ногах. Хрустальные башмачки. Цвет серебра. Выполнен в таком краплении или растрескивании, что кажется, как будто они хрустальные. Я не люблю такие перепонки внизу ножки, так как у меня щиколотка не очень узкая. И данная обувь будет добавлять ей еще объема. Моей щиколотки я имею в виду. А каблук удобный. И у кого тонкая щиколотка, то, возможно, для лета имеет смысл такие купить. Рядом стояли Кларкс. Винтажная модель. Вот и весь обзор того, что осталось в данном магазине по обуви. А, и еще с верхней полке, посмотрите, какие утонченные туфли с пряжкой под гуччи. Текстиль с розовым плетением, розовой окантовкой. Настолько нежно это смотрится. Ну и мы отправляемся с вами в следующий магазин. И снова мое внимание привлекает зеленый кардиган. Этот кардиган не от Хоббс, конечно, но здесь красивые перламутровые пуговицы. Кардиган в значительно большем размере. Это сфера, размер М. Знаете, у многих блогеров видела сейчас, что такие кардиганы модернизируют. И пришивают к манжету рукава что-то подобие клубканит, нитей. Делают их такими, как сбуа, вот что-то подобие такого. И уже в таком стиле кардиган смотрится более современно. Но это на любителя. Но, а я, как всегда, иду в мужской отдел. И здесь нахожу клад. Почему? Посмотрите, сначала бы просто обратить внимание на рубашку в полоску. И кажется, что к ней пришита часть трикотажа. Но на самом деле кто-то спрятал кардиган в сером оттенке. И он не просто кардиган, он не простой. Во-первых, это Илсойл. А во-вторых, я просто была ошеломлена его составом. Я не ожидала еще найти... А, я забыла сказать, в данном магазине цена была 20 злотых за одну единицу товара. И здесь, что мы видим, в составе данного кардигана. Кашемир, шелк, альпака. Он волшебный. Я, конечно, беру его в примерку. И посмотрим, что из этого получится. Я также беру на мужском отделе джинсовую рубашку. Снова повторюсь, кардиган с роскошным составом. И очень популярны сейчас брюки карго. На женском отделе я не нашла. Таких брюк беру на мужском. И просто примеряем, посмотрим, как же их вписать в женский гардероб. И возможно ли это вообще. Данные брюки можно еще превратить в элегантные сорты. Вы заметили, что есть домок. Беру футболку с милейшим существом. И там спрятались еще одни брюки карго в чуть темнее оттенке. Хаки. Но меньше по размеру. Не такие широкие. И знаете, что у мужских брюк низкая посадка. Вот у этих так точно низкая посадка. Но посмотрим, что из этого получится. У меня мои кроссовки. Вот из Оливер, в которых я пришла. Думаю, что они будут прекрасно сочетаться с теми вещами, которые я подобрала. Потому что обувь не нашла. Ну и... Мужские брюки на женской фигуре. Смотрятся не очень. У мужчин бедра устроены немного иначе, нежели у женщин. Особенно, если у женщин есть эти бедра и есть что показать. В целом, смотреть на камеру, картинка довольно приятная. Но брюки очень большие. И собираются в верхней части. С кардиганом. Немножко прикрывается часть ремня. Не видно, что в этой области брюки топорщатся. И сам кардиган довольно. Вот если рассматривать его как отдельную единицу, то он волшебный. Я, конечно, его не купила. Но придя через два дня, я пожалела. Я хотела его купить. Я пересмотрела дома видео. И думаю, ну пойду возьму. Даже если то, что он большой, меня не смущало. Но, увы, я его провороднила. С джинсовой рубашкой. Немного женственней, правда? Как вам? Напишите в комментариях, как больше нравится с кардиганом или с джинсовой рубашкой. Джинсовая рубашка большая в плечах. Тоже не купила ее. И на мне сейчас уже брюки. Немного меньше размера и темнее. И тоже топорщатся в области бедер. Как мне кажется, мужские брюки не садятся на женскую фигуру. И брючки нужно с высокой талией подбирать на женскую фигуру. Вот тогда подбирается все, втягивается живот, делается аккуратная, красивая попа. В общем, нет. На мужском отделе, если смотрим брючки, то это должны быть брючки только на защипах. Тогда они садятся хорошо на талии. А все остальные нет, плохо. Сколько раз я уже мерила, я в этом убедилась. Ну и все. В принципе, я еще хотела освежить образ лимонной футболкой. Но брючки не сели хорошо, поэтому теряется весь общий вид. Ну и в целом все, что хотела вам показать. До новых встреч, до новых видео. Пишите комментарии, мне будет очень приятно. Пока-пока.